Добрый день, вы смотрите программу Виберу, в студии я, Татьяна Федорова. В студии сегодня в гости министр строительства и архитектуры края Виктор Николаевич Карлов. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Можно я открою телезрителям небольшой секрет? Вот Виктор Николаевич еще не был у нас на телекомпании. И на самом деле, когда я стала рассказывать о том, где мы находимся, Виктор Николаевич сразу сориентировался, сказал, что это здание с эйкерами. Сразу видно человек со знанием своего дела. Откуда такие познания? Рассказывайте. Тайны большой нет. Я заканчивал наш Ставропольский политехнический институт по специальности промышленное и гражданское строительство. И основой архитектуры, конечно, нам преподавались. Достаточно в большом объеме, чтобы знать, что здание с выступами, которые называются эйкерами. Виктор Николаевич, очень просто сориентировать. Виктор Николаевич, тогда к вопросам. На самом деле, по Ставрополь продолжают расстраиваться. Если говорить о планах на 2013 год, то сколько это в абсолютных, не знаю, относительных величинах? Нужно говорить о цифрах края в целом. Если говорить о жилищной программе, то она действительно широкомасштабно реализуется в правках программы жилье, федеральной программы и под программ, которые разработаны краевым нашим правительством. На сегодня мы можем говорить о вводе в 2012 году прошедшем 1,331,000 квадратных метров. Такая задача стояла. И на сегодняшний день можно сказать, что эта задача выполнена. В этом году, в 2012 году, в прошедшем, увеличилась доля строительства жилья индивидуальным способом, которое сдано, то есть частного домостроения. Она доходит в общем объеме до 40%. То есть мы сейчас говорим о малоэтажном, да, строительстве? Нет, я говорю об общем строительстве, общее количество квадратных метров жилья, которое сдано в крае. Эта цифра еще будет уточняться, кстати, управлением, вопросами, связанными с кадастровым бюро. Но ориентировочно цифра эта и план строительства край выполнит. А вот на 2013 год планы несколько еще увеличены, порядка на 100 тысяч квадратных метров. То есть та задача, которая поставлена бы президентом, строить не менее одного квадратного метра на одного жителя, мы еще до нее не дошли. Но во всем случае мы выглядим по уровню строительства, по объему строительства не хуже, чем наши соседи. Остается ли краевой центр лидером роста по обводу жилья? На сегодняшний день, да. На сегодняшний день, да, Ставрополь остается лидером. Городом сдано больше 500 тысяч квадратных метров. А это вот порядка 38 процентов, это доля только города Ставрополь в объеме общего жилищного строительства. Ну и как показатель можно сказать, что ведь цена квадратного метра на стадии строительства у нас в городе, она ниже, нежели в других городах. Ну, например, с каким мы сравним? С регионом КМВ? Можно сравнивать, мы говорим о средней цифре. У нас 24,5 тысячи квадратных метров. Тогда как в Ростове, она в Ростовской области выше 30 тысяч. Такая же сумма выше и в Краснодарском крае. Но город Миллионник тоже следует принимать внимание. Но Миллионник, эта цена все-таки складывается от предложения. Мы не забываем классической формы экономической. Поэтому спрос и предложения, которые существуют на нашем рынке, они удерживают достаточно низкую цену, сравнительно низкую цену, которая есть вообще по стране. А если говорить об отстающих тогда районах нашего края, это какие? Где не хватает катастрофические жилья? Ну, сказать, что жилищная проблема решена в рамках какого-то даже отдельного региона края нельзя. Проблема существует. Но основная проблема, это, конечно же, средства, на которые люди могут купить себе это жилье, позволить. Вот здесь проблема есть и она решается в рамках реализации программы жилье для различных категорий граждан, особенно малоимущих, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны. К сожалению, у нас еще эта очередь есть и участников боевых действий, семей, имеющих инвалидов, многодетных семей, различные категории, которые пользуются льготами предоставления жилья. Эта проблема большая, она решается. Но на сегодняшний день у нас в очереди 213 участников Великой Отечественной войны. А сколько вот в этом году будет? В этом году останется 60. 60. Это сколько, получается? Ну, порядка 60 процентов, да? Да, 60 процентов они будут обеспечены. Но даже 60 человек, которые останутся, конечно же, это не красит. И ни нас, ни любой другой регион. Конечно, задача такая стоит, чтобы все участники Великой Отечественной были обеспечены жильем. Понятно, что разные житейские ситуации эти люди попадали, и было у них жилье. Но, тем не менее, задача такая поставлена, и она будет решаться. По молодым специалистам. Огромный вопрос закрепления молодых специалистов на селе, помощи молодым специалистам. Молодых учителей, совершенно верно. До 35 лет эта категория у нас попадает под категорию оказания помощи при строительстве жилья. Это участие их в ипотечном кредитовании. То есть, ипотека для них оформляется в расчете 8,5%. Кроме этого, 20% выделяется средств для погашения первоначального взноса при вступлении в долевое строительство. На сегодняшний день очередь только молодых семей, молодых специалистов, она порядка 2,5 тысяч. Многодетных семей, вот многодетные семьи, которые используют право пользоваться в выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, многодетных семей в крае более 23 тысяч. Из них на сегодняшний день изъявило желание получить земельные участки, по нашим данным. Цифра не столь большая, 155 человек. В прошлом году 33 семьи получили земельные участки. Но решение этой проблемы зависит, конечно, от обеспеченности и наличия свободных земель на территориях. Скажем, территории города Ставрополя или любого другого населенного пункта. Виктор Николаевич, а можно уточнить? Вот приходит семья, да, и она изъявляет желание на то, чтобы получить доземельный участок. А в данном случае где они получают? Вот, кстати говоря, в пределах города Ставрополя или же там какие-то близнецах? Если это семья, во-первых, условиями правила землепользования, законом Ставропольского края по некоторым вопросам землепользования, есть такой закон, был принят правительством, определено, что имеет право получить семья, которая проживает в регионе у нас, в крае, более трех лет. Это первое условие? Это первое условие. Второе условие, если он проживает в городе Ставрополь, то он может получить земли, как относящиеся к территории города Ставрополя на участках, если этих земель нет, то земли, прилегающие к границам районов. Это у нас вот Шпаковский район, собственно говоря, вокруг города Ставрополя. Вот, при условии, что в Шпаковском районе нет заявлений от этой категории граждан, тогда он получает. Точно так же, если человек проживает в другом сельскохозяйстве, в сельском районе нашем муниципалитете, он получает в населенных пунктах вокруг лежащего этого муниципального образования на тех же условиях, если нет в этих населенных пунктах заявлений от подобной же категории граждан. Земля выдается в аренду на 49 лет, при завершении строительства семье дается право бесплатно оформить землю в собственность. Вот, собственно говоря, вот эти основные вопросы. Площадь какая? Ну, площадь, это зависит от местных условий. Вот, можно говорить, от 8 до 10, 12 соток, и все это зависит от наличия земли, которая в районе. Стояла проблема, извините, стояла проблема с коммуникациями, правильно? Да, она стояла и стоит. И, к сожалению, решается слабо. Но ряд муниципальных образований районов, Кочубейский район, в частности, они заложили в себе в бюджет выделение средств для многодетных семей, для развития инфраструктуры. Сейчас мы проводим работу с Российским фондом жилищного строительства РЖС по выделению дополнительных земель за счет земель Сельхозакадемии. Сельхозакадемия пошла навстречу, и РЖС оформляет сейчас земли поселка Дзюмина. Это 190 гектаров земли. Часть земель, пользуясь этой программой РЖС, будет отдана в собственность края. И вот мы можем уже часть земель разбить на жилую застройку, и часть земель можем выставить на торги. За счет средств, полученных в результате этих торгов, мы их направлять и должны, по закону, мы обязаны их направить на развитие инфраструктуры, то есть строительства сетей. И тем самым мы можем, конечно, обеспечить семейные участки для этой категории граждан именно сетями. А почему тогда строительство популярно? Казалось бы, да, многодетная семья может получить под индивидуальное жилищное строительство участок. Почему 155 человек из 23 тысяч, там, ну, не нуждающихся, до национальных обеспечениях? Ну, большинство, собственно говоря, обеспечено жильем, под нормативом по всем. Значит, я думаю, что здесь еще нужно провести работу муниципальным образованием, нашим социальным работникам, которые уточнят все эти цифры и желания людей. Ну, и потом, сложно строить, конечно, людям на участках, которые не обеспечены инженерными сетями. Нужно шаг тоже поймать. И если мы обеспечим инженерными сетями земельные участки, конечно, желающих будет больше. Эта проблема как скоро будет решаться? Ну, дату я точно не назову, но что она уже начала решаться, это однозначно. И задача такая и правительством края поставлена перед нами, перед министерством. Виктор Николаевич, мы уже коснулись вопроса ипотеки, да дешевой ипотеки. Вообще она возможна в крае? Вот самый низкий процент, сколько? И вот как продолжение этого вопроса, вот кто сегодня решает вопрос дешевой ипотеки? Потому что в свое время существовал обанкротившийся ГОП, да, свой дом он назывался. Функции его были переданы. Переданы кому? Функции его переданы инвестиционным ипотечным агентством. Оно создано, работает это агентство. Уставной капитал на сегодняшний день этого агентства 11 миллионов рублей. Это крайне недостаточно. Этот фонд дает оборачиваемый средств всего лишь, ну, в год мы можем до 300 человек обеспечить льготной ипотекой. Ну и остается работа наша с банками, с банками, которым выплачивается, дается ипотека под тоже 8-8,5%, и выпадающие доходы банка гасятся за счет средств бюджета. То есть, если 12%, то 4% гасятся за счет средств бюджета. Это тоже остается. 20 миллионов таких средств заложено в бюджете уже текущего года. Текущего года? Текущего года. А с какими банками вы ведете сотрудничество? Ну, это Сбербанк. Кто знает, это Сбербанк. То есть, вот кредитование под эти 8%, да, Сбербанк, 8,5%. 8,5% компенсации ведется из бюджетных денег края. Да, 20 миллионов заложенных в этот год. Что-то еще хотелось бы добавить касательно работы министерства? Ну, сейчас стоит большая задача перед министерством строительства, и перед министерством образования, экономического развития. В частности, строительство, рассматривается и готовится большая программа, строительство дошкольных образовательных учреждений у нас в крае. Более 50 дошкольных образовательных учреждений стоит задача построить вот буквально 13-14 год. Большая программа, но сегодня, может быть, еще предварительно, об этом подробно говорить рано, но задача такая прорабатывается, решая, тем самым мы могли бы решить вот за это время всю проблему, связанную с обеспечением наших детей местами в детских садах. А за счет каких средств? Это будут деньги только краевого бюджета или же будут привычные средства? Это деньги и инвесторов, и краевого бюджета. Да, инвесторов и краевого бюджета. Потом можно сказать, что в крае действительно развивается и строится огромное количество предприятий, связанных с выпуском строительных материалов. Мы готовимся сейчас к проведению 23 марта в Кисловодске нашей традиционной выставки «Строймастер». Мы традиционно пригласим туда строителей, руководителей строительного комплекса близлежащих регионов наших. Я думаю, что выставка пойдет, послужит толчком для активизации не только строительства, но и использования в строительстве новых технологий, новых строительных материалов. Которые будут произведены в том числе и на территории края. Совершенно верно. Ну, прогноз оптимистичный на текущий год? Какой можете дать? Ну, я не знаю. Я вообще по складу оптимистов, поэтому пессимистических прогнозов не делаю никогда. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Я напомню телезрителям, что вы смотрели программу «Веб-бюро», и гостем сегодняшнего выпуска стал Виктор Николаевич Карлов, министр строительства и архитектуры Ставропольского края. Ну, а я на это с вами прощаюсь. Как всегда, желаю доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин